В прошлом выпуске региональных отличий мы разобрали различия между японской и международной Red и Blue, и мы там разобрали всего один баг. В этом видео разберём ещё один. В Pocket Monsters Red и Green вы можете использовать сарф с плитки так называемого Северного Края Камня. Так как серфинг таким способом не даёт сообщения слишком быстрое течение, вы можете побыстрее дойти до Артикуна, пропустив головоломку. Но вы не сможете больше путешествовать с Северного Края Скалы в японской Blue и международном Red и Blue. Разобрались. Присупаем к следующей игре. А именно... Изменениям подверглись многие спрайты между японской с корейской и международной версией Gold и Silver. Да, корейскую версию мы тоже будем брать во внимание. Начнём всё это дело со спрайтов-тренеров. Тут добавлена юбка, тут изменена поза рук, убраны бусы и нету подмигивания. Покемоны тоже изменены, так и спереди, так и сзади. Некоторые приближены к их официальному оформлению, а у некоторых просто немного мелких штрихов. Но самое заметное отличие – спрайты Джинкса. Из-за статьи афроамериканского учёного Кэрол Бостон Уэтерфолда кожа изменена с стереотипичного чёрного на пурпурный. Но из-за этого повредилась палитра. И вместо золотого – белый. А теперь о прочем. Экран ввода имени. В японском всего 5 слотов. В международной – 7 слотов. И сами слоты – ниже. А вот в корейской – 5 слотов. Располагается чуть-чуть выше международной, и нельзя сделать символы капсом из-за местного алфавита. Расположение резюме покемона. В японской – справа, в международной – снизу. На экране обмена изменено расположение окон. В корейской было увеличено одно окно. На ПК, где можно хранить покемонов, различается количество так называемых коробок. В японской их 9, а в корейской и международной – 14. А сейчас таблички Покемарта и Покемон-центра. Японская с корейской, английская, французская с испанской и немецкая с итальянской. Символ – гендер Нидорана. У них разные гендеры, но одно и то же название, для тех, кто не шарит. В японской – в международной. Ну и последнее. Атака – волна звука. На английском её называют Соник Бум. Различия вам и так видны. Ну вот и всё с Голд и Сильвер. Есть немного в Покемон Кристал, но с ним всё сложнее. Так что... Между японской и международной версией различается 4 спрайта-нпси. Они были показаны на экране. Также различается ВЮ-метр, который используется при проигрывании звукоиздаваемым Покемоном. В японской, английской и итальянской написано ВЮ. Во французской и испанской – ДБ. А в немецкой – Эл с точкой. А это список букв из английской версии. А это из немецкой. Если с немецкой версии убрать ударение, то высота одинаковая. А в английской высоте букв с ударением такая же, как у букв без ударения. Но ещё С с волнистой линией различается в двух этих версиях. Ну и вот вам два экрана из японской и английской версии. Даже добавить нечего. И вот две картинки из Виктори Роуд. Различия вот здесь. Ну а теперь самое интересное. Эксклюзивные баги. В японской версии, если в траве на велосипеде удерживать Б очень долго, можно заставить игру застыть. Однако на Motion Empire, сделав в тумане то же самое, вся карта исчезнет. Кроме тумана. И вас. В международных версиях это было исправлено. В той же японской версии делаем вот что. В секретной базе ставим статую. Убираем и ставим ковёр. Перезаходим и разрушаем песочную статую. И так мы испортили ковёр. В международной версии ковёр нельзя сломать. Также в японской версии, прыгнув рядом с побережьем, в определённом месте маршрута 118, используя плавание в нужный момент, можно плавать по суше. Это тоже было исправлено в международных версиях. Вы думали то, что только в Японии много багов? Нет. В английской версии тоже есть эксклюзивный баг. Но всего один. На дороге 118 и 121 к вам может подойти тренер через обрыв. И там остаться. А на заброшенном корабле через стену. Вот и всё насчёт этой игры. Ах! Компирс! Отличная игра для начинающих, кстати. В английской версии титульный экран выглядит вот так. В японской же версии, пресс-старт сверху. И она, пуш-старт баттон. И ещё лого. В вводе имени в японской можно ввести всего 5 символов. В английской 7. А это комната. В японской, дейл-фамиком. А в международной, нес. Во время битв отличается надпись левел и число. И ещё незначительно, но отличается знак гендера. Во время диалога в японской версии мужской и женский пол различают шрифтом. В международной, цветом. Но при этом, сохранения в японской версии имеют разные цвета. В зависимости от пола вашего героя. Напоследок, такие же различия, как и в голд и сильвер. То есть, знаки Покемарт и Покемон Центр. Японская Английская Французская с Испанской И немецкая с Итальянской И пока что на этом всё. Насчёт Фаерета Лев Грин. Последняя игра сегодня по Покемонам. Различается четвёртая комната Трик Хаус Пазл. Японская Эмеральд из-за ошибки возможно погружение в глубоководные плитки. Найдены на Тим Аква Хайдаут Б2Ф. После сохранения и перезагрузки игры. Поскольку вода нигде не запрограммирована, игра отбрасывает игрока к городу Петалбург. Исправлено это в международных версиях. Это штука, которая сейчас на экране, карта Старого моря. Через него можно было попасть на Фаравай Айланд и поймать Мью. Эту карту можно было получить во время Покемон Феста 2005 года. И поэтому в международных версиях получить её нельзя. Если что, Покемон Феста это ежегодная конвенция. Что ж, есть ещё отличия в этой игре, но пруфов нету. Так что... Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...